Правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение утвердить на этот год индекс государственной пенсии. Всего индексация коснется примерно 415 тысяч пенсионеров. Размер пенсионного индекса на 20% определяется изменениями в индексе потребительских цен. Они растут, и значительную часть из суммы, которая оказалась более-менее приемлемой, съедает инфляция. То есть, по сути, пенсию пытаются хоть как-то коррелировать с уровнем инфляции в экономике. Остальные 80% зависят от размера зарплаты, соответственно, налогов работающих сограждан. Здесь очень важен годовой рост поступления от социального налога нынешних работников. Чем больше людей честно платят этот налог, тем выше могут быть пенсии у тех, кто свое уже отработал. Чтобы было понятнее, поясню на примере. Если человек отработал 44 года, и у него подтвержден такой стаж, то с 1 апреля размер пенсии для него составит 395 евро в месяц. Кроме того, с 2017 года проживающие в одиночестве пенсионеры получат от государства дополнительную поддержку в размере 115 евро в год. Впрочем, даже такие подросшие суммы вряд ли особенно вдохновляют пенсионеров, ведь у многих более половины пенсии съедает квартплата. Особенно тяжко одиноким. Министр понимает, что одинокие пенсионеры — это, несомненно, та группа населения, для которой любая помощь очень важна. Так что пусть 115 евро — это и всего лишь ежегодная выплата, и если ее разделить на весь год, то получается меньше 10 евро в месяц, но и она придется очень к месту. Правда, достанется она не всем, а только тем пенсионерам, чья пенсия меньше двух прожиточных минимумов, то есть меньше, чем 260 евро. Вместе с тем, средняя по стране пенсия, которая составляет примерно 400 евро в месяц налогом, облагаться не будет, как и раньше. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.